вот скажите мне как нейропсихолог всевышлему какие люди нравятся там я всегда это говорю очередь и здесь большая честь оказаться для того чтобы привнести что-то в этот мир родился ребенок и начинаются какие-то непонимания у каждого из нас есть интуиция и мы пришли сюда мы родились этой интуицией но нас не научили пользоваться вот энергия сейчас на сегодняшний день один из главных ресурсов да то есть человек может много мечтать много хотеть но если у него нет физически этой энергии он просто ничего не может сделать наша же энергия начинает нас разрушать потому что все что с нами происходит это отражение нас нашего состояния нашего уровня энергии когда человек начинает работать с собой действительно меняется все вокруг я всегда говорю отключите телефон отключите все средства массовой информации идите в лес дарья вы знаете у нас сейчас казахстане стало очень модно популярно познавать себя люди используют самые разные практики да у нас сейчас пошла эпоха психологов что меня лично радует потому что раньше у нас этой культуры не было и многие даже отправились в перу пить айаваску да многие входят какие-то трансовые состояния кто-то сидит медитирует у нас здесь ботаническом саду ваша методика и чем где она похожа на что-то связано с гипнозом или это медитация или это я не знаю там аля айаваска как сказала виктория боня после практики что это айаваска без айаваски потому что лично мое мнение относительно разных инструментов по типу айаваски медицины да и других буфа альвариус и так далее что это все таки определенный костыль который использует человек для того чтобы услышать прежде всего кого самого себя свой внутренний голос который как компас есть абсолютно у каждого у каждого из нас есть интуиция и мы пришли сюда мы родились этой интуицией но нас не научили ей пользоваться не в школе не не в университете не родители нас этому не обучали а по факту это как руки ноги голова то есть это то что нам дано по факту нашего рождения а как услышать себя это самый я скажу с одной стороны не простой вопрос а с другой стороны самый обыденный тривиальный который которому да мы годами и веками люди идут самое главное здесь вот за как это сказать за одну наверное секунду услышать себя будет невозможно когда человек живет например на уровне головы когда он логикой принимает какие-то решения потому что это определенный путь который позволяет нам прийти к себе истинным настоящими наладить вот эту связь между собой да и своей какой-то высшей частью и здесь наверное важно сказать что мешает а мешает нам наши деструктивные программы в том числе родовые программы которые заложены у нас на уровне днк на клеточном уровне и мы их принесли с собой часто мы не понимаем почему происходит та или иная ситуация с нами относительно например отношений или же нашего здоровья да почему вдруг мы начинаем болеть и важно понимать что эта программа которая в определенный момент времени она начинает включаться единственное почему она включается потому что она показывает нам что через нее освободившись от нее мы можем прийти к себе потому что мы пришли сюда эволюционировать все программы повторяются не то чтобы повторяются но они включаются в определенный момент то есть они не сам если такая программа похоже была у той мамы то она скорее всего повторится у тебя да то есть мы можем это идентифицировать и увидеть что например были сильные женщины в роду дайте и теперь например женщина она все время работает да то есть ей все время она рассчитывает только на себя да на свое какое-то внутреннее положение и никто ей не помогает а мужчина например и так далее или более того да например в россии у нас я не знаю как казахстане но женщина например тянет всю семью да то есть а мужчина например более слабый такие моменты тоже есть а все почему потому что есть действительно деструктивная программа которая просто-напросто как матрица сковывает и не дает выйти на какой-то другой иной путь но начать же всегда можно с себя будь я например взяла ответственность за свой род у меня был прямой эфир с валерием синельниковым и у нас в казахстане любят знают да я сама его очень сильно уважаю я спросила как изменить родовую программу чтобы в моей программе никогда не было проблем с алкоголем чтобы никто не был не было зависимости он сказал вы готовы взять на себя ответственность я сказал готова он говорит тогда сегодняшнего дня не пейте алкоголь и тема закрыта и вы знаете это было в двадцатом году и вот на себе получается я остановила то есть если ты хочешь что-то изменить в своей жизни или жизни там своей семьи ты можешь просто начать само себя безусловно и самое главное когда человек начинает работать собой действительно меняется все вокруг когда приходит женщина и говорит мой муж редиска условно да то есть у него там он какой-то не такой и я всегда обращаю внимание во внутрь себя потому что все что с нами происходит это отражение нас нашего состояния нашего уровня энергии наших уровня вибраций да то есть на какой частоте мы вибрируем и что мы излучаем в этот мир если есть какая-то программа которая условно как магнит всегда притягивает те или иные ситуации мы по собственному желанию по собственной ответственности можем это поменять и изменить естественно изменив и ход событий в том числе наших детей как это сделать первое самое важное это конечно же желание потому что порой наступает такой момент когда человек начинает говорить все больше я так не могу или когда приходят и говорят на меньшее я не согласна да то есть больше так продолжаться не может и когда через с этого начинается с этого начинается изменение когда человек осознает что по старому он уже не хочет и он может еще не знать как по-новому потому что это всегда определенный переход да то есть мы все находимся на разных уровнях да то есть мы эволюционируем и переходим с одного уровня на другой и часто придя в новый уровень а там совершенно новые правила игры нам приходится узнавать да и познавать а как а где здесь какие кнопочки нужно нажимать да на этом уровне чтобы все функционировало правильно и вот следующий момент да то есть это соответственно понять и идти вузно узнавать да то есть где через кого-то через что-то потому что тогда начинаются поиски поиски да поиски и извне да то есть понятно что изначально изнутри мы не можем этого найти мы пытаемся найти через книги через какую-то литературу в интернете очень много информации здесь конечно важно быть аккуратным почему потому что это определенный фильтр да то есть когда мы эту информацию что-то мы можем себя впустить что-то не можем и после когда у нас уже появляется какая-то внешняя опора да то есть она позволяет нам почувствовать эту безопасность потому что для человека это тоже базовая такая функция до безопасности когда человек может уже довериться и пойти во внутрь себя и увидеть там этот большой прекрасный мир целую вселенную которая находится внутри нас помимо потенциала дать всю ту энергию которая нас окружает потому что мы все едины да и когда мы говорим о том что у кого-то больше потенциал у кого-то меньше это неправда мы все едины и у нас у каждого есть доступ к безграничному количеству энергии важно только научиться это видеть замечательную конечно же использовать своей жизни мне понравилось как вы сказали что изменение начинается тогда когда человек все я так больше не могу я не хочу чтобы октябрь двадцать четвертого года был похож на октябрь нынешнего года то есть ты хочешь чтобы у тебя в жизни что-то поменялось да ты кардинально должен начать меняться сам я практик я не теоретик да то есть я ежедневно работаю с людьми люди приходят ко мне на консультации на наставничество я веду курсы обучаю людей я вижу как на самом деле меняется все что происходит и все эти события которые происходят с нами в мире они на самом деле заставляют нас задуматься о чем-то большим и первые такие наверно звоночки и предпосылки были как раз таки тогда когда был карантин когда мы все сидели по домам и вот эти глобальные их называю изменения они тогда начали происходить когда по факту мы остались один на один с кем самим собой когда мы по факту научились и учились быть честными перед самим собой и раскрывались перед самим собой и вот в этот момент конечно же мы понимаем что все меняется и так как меняется все а мы есть единый организм это неизбежность для того чтобы не просто выживать с одной стороны люди начинают выживать да то есть но чтобы выйти из этого выживания и жить свою жизнь они вынуждены меняться ваша методика и чем ди как она расшифровывается человек многомерный оно помогает человеку познать себя да то есть человек ныряет путь ну то есть он начинает путешествовать вы своем бессознательно здесь наверное несколько пунктов первое что происходит у человека при освобождении от деструктивных программ у него открываются интуитивные навыки и каналы то есть он начинает я это называю видеть слышать чувствовать и знать auto есть когда человек приходит я не знаю откуда я знаю но я знаю что нужно вот так то есть у человека подает сумме это не опыт это именно тот внутренний голос это интуиция, которая как компас ведет человека по жизни. То есть это связь с нашим Высшим, с нашим Духом. Это первый момент. Второй момент — человек становится на свой собственный путь, и он начинает понимать, за какими задачами, а точнее с какими задачами он сюда пришел в это физическое воплощение. Потому что зачастую огромное количество сопротивлений, каких-то ситуаций, которые происходят с нами, вне зависимости от того, в какой области. Это может касаться отношений, это может касаться здоровья. Например, если мы возьмем какую-то женщину, зачастую почему? Потому что она не использует все то, что ей дано, всю ту энергию. И она не выполняет свое собственное предназначение, то есть свои собственные задачи. И так как она не идет по своему пути, то ей будет об этом сигналить ее муж, например, какой-то нерадивый, назовем это так. Или у нее что-то будет происходить со здоровьем, потому что в том числе ко мне люди обращаются и с тяжелыми заболеваниями. Онкология, например, или после тяжелых черепно-мозговые травмы. То есть это тоже все ситуации, они происходят не просто так. Это как звоночки, которые говорят, посмотри, обрати внимание, для того, чтобы ты стал больше, шире, лучше в этом мире. Люди готовы идти на крайние меры в поисках самого себя. Вы сказали, что начинаются поиски, да, то есть люди ищут своего психолога, да, там на различные практики записываются. Кто-то идет там чакрологом, астрологом, нумерологом, да. С другой стороны, я понимаю, что вот я, например, не против, потому что если это помогает тебе познать себя, то есть ты получил информацию, ты ее используешь, да. Но пойти вот в такое состояние, где ты можешь понять вот свое бессознательное, на самом деле это очень сложно. Даже вот я, честно говоря, не знаю, как люди медитируют самостоятельно, да, то есть без проводника, это же сложно. То есть вы, вот расскажите про инструменты, которые вы используете. То есть вы, там, я не знаю, проводите медитации, какие-то практики, как вы высвобождаете людей от вот этих деструктивных каких-то там, я не знаю, стереотипов, да? Это несложно. Когда мы учимся ездить на автомобиле, сначала нам кажется, что это непонятно. Но потом, да, то есть это все происходит в автоматическом режиме. То же самое и здесь. Для того, чтобы услышать себя, нам нужен навык. Для того, чтобы начать медитировать, нам просто-напросто нужен навык. Что конкретно использую я? Я использую для помощи в самом начальном этапе, когда человек, например, ни с чем не знаком был, да, там и так далее, я использую медитацию. То есть медитация — это в том числе музыка, которая как помощник помогает человеку элементарно расслабиться, да, убрать тревогу и так далее. И дальше уже начинается подсознательная работа. Я считываю с поля, я считываю информацию из поля, я уже человеку даю какую-то обратную связь. И далее с его согласием мы высвобождаем эту энергию. То есть когда мы проводили исследование с Российской Академией Наук, мы видели, что человек, находящийся в моем поле, у него мозг начинает работать с такой же частотой, да, то есть мы видели, что у него частотность головного мозга, она меняется. То есть если он пришел, у него преимущественно было бета-состояние, то мы видели, что оно меняется на гамма-состояние. А гамма-состояние, как известно, это как раз-таки есть просветление, тогда, когда мы начинаем слышать свой внутренний голос. Это первое. Второе, что непосредственно происходит, происходит изменение центральной нервной системы. То есть нервная система расслабляется, и когда мы говорим, да, человек в расслабленном состоянии, он тоже уже по-другому начинает принимать решения, он по-другому начинает видеть этот мир, да, то есть у него другие взгляды появляются и так далее, у него меняются показатели кардио-системы, мы тоже это фиксировали, плюс меняется биополе, да, потому что часто приходят человек, и если у него какие-то были сложные ситуации в жизни, это может быть рваное биополе. И также энергетические центры, да, то есть они встают на место, потому что когда человек, опять же, напряжен или он переживает, у него какой-то стресс в жизни происходит, то энергетические центры, они в таком хаотичном порядке находятся, и после практики мы видим, что у него это все нормализуется, да, то есть мы смотрели результаты до и после, то есть работа идет чисто энергетическая на уровне энергии. Моя задача — передать импульс, и с точки зрения квантовой физики, да, мы прекрасно знаем, что если мы передаем энергию, то в другое поле, да, в другой сосуд, и там происходит сменение. Вот энергия сейчас на сегодняшний день один из главных ресурсов, да, то есть человек может много мечтать, много хотеть, но если у него нет физически этой энергии, он просто ничего не может делать. На самом деле самая главная, да, такая штука — это активация энергии. Как активировать, Дарья? Как активировать? Давайте нам инструменты. Где нас... С утра проснулся, что делать? Обратить свое внимание на свой первый и второй энергетический центр, да, то есть что это такое? Это те энергетические центры, которые находятся у нас внизу, это по факту наша сексуальная энергия, это наша финансовая энергия, да, то есть это знак равной, это наша жизненная энергия. Почему может быть эта энергия заблокирована? Например, очень много обид, тогда, когда человек обижается, особенно женщина, вся эта энергия у нее уходит в живот, да, то есть матка, это все обиды, которые хранятся там, и, соответственно, происходит блокировка этой энергии. Далее, что может быть еще в том числе, да, помимо обид? Это чувство вины, чувство стыда, тогда, когда, например, по роду женщина чувствует себя виноватой. Также она может себя виноватой чувствовать там в плане отношений сексуальных с мужчиной и так далее. То есть здесь важно смотреть, а что привело к блокировке, что является, то есть здесь нет, как-то сказать, инструкции, да, которые бы, например, как рецепт, да, выписал врач, там, выпей таблеточку, и тебе станет легче, у тебя появится энергия. Если было бы так, да, как говорится, мы бы все уже, наверное, общались бы без слов, да, и летали на ракетах, если бы это все происходило, но происходит это все иначе. И важно понимать, что если нет у человека энергии, это ненормально. И это не значит, что у человека там недостаток витаминов или гормонов или еще чего-то такого. Это может быть с точки зрения физики, но за этим стоит всегда глубинная причина, первопричина. И я работаю, чем отличается метод от других существующих методов и практик, тем, что я работаю именно с глубинной первопричиной, которая находится в момент формирования нас как частицы. И когда мы обращаемся туда, да, потому что в том числе я использовала на себе такие практики, как прошлые жизни, да, там, тета-хилинг, акаши-метод, и я в какой-то момент стала понимать, что да, это дает какой-то временный результат, но чтобы это меня переносило в какую-то новую реальность. Вначале разгрузить человека, да? Конечно, то есть если представить его, да, то есть вот человек, он натыкан какими-то, да, такими моментами, блоками, которые ему мешают. И как только мы от этих блоков освобождаемся, у нас появляется энергия, потому что это естественный процесс в жизни человека, когда энергия функционирует правильно. Я вот, кстати, была на одном таком тренинге, где высвобождали родовые травмы, и я видела, как мужчины рыдали. Это было тяжело смотреть, потому что у нас в нашей ментальности казахский мужчина вообще не должен проявлять никаких эмоций, он не может позволить себе вот так вот сплакнуть, да, то есть у нас это как-то не принято, у нас мужчина с самого детства должен быть таким крепким, стрессоустойчивым, да. Он же живой, он живой человек, да, и он, получается, всё в себе носит, это обязательства, да, то есть ты должен там содержать семью, содержать родителей, да, это, наверное, какие-то обещания, которые, может быть, он не успел выполнить, да, особенно если там ушли родители, и он это в себе держит. Это обиды, да, это какая-то агрессия, то есть это столько всего в человеке, и вот когда я была на таком тренинге и видела, как мужчины рыдают, я поняла, как им тяжело. Женщина, мне кажется, в этом смысле легче. Легче, потому что женщины позволяют себе больше быть эмоциональными, а, соответственно, когда эмоции блокируются, это уже в том числе может и привести к заболеванию, да, то есть часто, например, причины заболевания тех же онкок, каких-то проблем, да, то есть это не высвобождена эта энергия, то есть мало того, что, а, это нереализованный наш потенциал, потому что наша же энергия начинает нас разрушать. Если мы не идем по своему пути, если мы не проявляемся, и мы не привносим то, что мы сюда должны привнести, мы сюда были отправлены, да, в это физическое тело, в это физическое воплощение, зачем-то, да, то есть у нас была какая-то задачка. Если мы эту задачу не выполняем, соответственно, мы блокируем это свободное, опять же, течение энергии. И, то есть, с какой бы стороны мы ни посмотрели, да, то мы видим одну единственную причину, в том числе, например, когда рождаются детки, да, с тяжелыми заболеваниями, и мамочки впадают в состояние жертвы и так далее. И никто не говорит, что им легко, на самом деле это достаточно сложная ситуация, но эта сложная ситуация, она дана лишь потому, что, во-первых, мама может с этим справиться. И у меня у самой сестра была с ДЦП, и я знаю, что это такое, и я понимаю, для чего это было дано моей маме. Для чего? У нее огромный потенциал, и этот потенциал ей очень важно было реализовать в жизни. И ей как раз-таки через эту ситуацию с ней разговаривала, назовем это так, Вселенная, и говорила ей о том, что посмотри, посмотри во внутрь себя, посмотри, сколько в тебе внутри нереализованной энергии, и сколько ты всего можешь привнести в этот мир. То есть она его не реализовывала, и поэтому у нее родился особенный ребенок? Да, да, в том числе. Как высвободить вот эти все обиды, боли, страдания, да? Когда ко мне приходит человек, часто в начале пути люди прямо на меня обижаются за такую фразу, когда я ему говорю, что мы начинаем все сначала. Потому что эта методика, она на самом деле, я всегда говорю, она не для всех. В какой-то определенный момент я поняла, что человеку нужно пройти определенные пути эволюции. Сначала человек обращается к психологу, дальше он обращается за помощью еще куда-то, астролог, нумеролог, еще кто-то, может быть, какой-то энергопрактик, терапевт. И далее, когда он понимает, что я уже и это попробовал, и то попробовал, и это попробовал, да, то есть и мне ничего не помогает, есть какой-то следующий путь, есть какой-то следующий этап. Потому что в том числе, когда ко мне приходил этот метод, я понимала, что я действительно перепробовала все. У меня была невероятная жажда этих знаний, у меня не было задачи стать тем, кем я стала. У меня был другой путь, и моя задача была помочь себе, найти и раскопать, да, то есть у меня было много вопросов, в том числе вопрос, кто я, что я, для чего я сюда пришла в этот мир. И рано или поздно любой человек задается этим вопросом в какой-то период времени. И вот тогда, когда человек начинает задаваться этим вопросом, это уже определенная стадия, это определенный уровень развития, я называю души и сознания человека. И когда человек находится на этом этапе, вот тогда, да, то есть это уже какой-то пройденный этап, он может прийти и обратиться, да, за помощью. И именно на этом уровне уже происходят изменения. Поэтому я и говорю, что не для всех. То есть сначала нужно пройти начальные этапы эволюции своего развития. Дарья, когда ко мне в гости приходят в студию психологи, нейропсихологи, я понимаю, что ваши услуги не стоят дешево, и это нормально, но я все-таки прошу дать бесплатно какие-то рекомендации. Но есть какие-то практики, которые, ну, люди могут уже сейчас использовать, да, и для того, чтобы, вы говорите, прийти вот к этому уровню, да, когда ты чувствуешь свою интуицию, когда ты слышишь себя, нужно сначала это все высвободить. Вот это высвобождение, с чего начинается в домашних условиях? В домашних условиях без помощников. Я всегда говорю, отключите телефон, отключите все средства массовой информации, идите в лес. Потому что это самый лучший способ вообще понять, когда приходит ко мне человек, и мы начинаем с того, что я спрашиваю, а что ты хочешь? И вот по пониманию того, что он действительно хочет, можно уже определить, готов ли он, да, на тот свой уровень перейти, который сейчас там перед ним открыт, стоит, либо он вообще готов взлететь, да, потому что я это вижу, я понимаю, что человек способен на большее, я вижу порой его какую-то конечную точку, да, к чему он может прийти. И ситуация у меня девушка была из Америки в наставничестве, и мы с ней разбирали, вообще она ко мне пришла разобрать свои отношения и, естественно, предназначения. Она работала, она была инвестором, да, инвестировала какие-то моменты, и в одной из сессий я ей говорю, ты знаешь, ну вот я чувствую, что скоро будет Голливуд. И она мне говорит, какой Голливуд, о чем ты вообще говоришь, ну ерунда какая-то. Проходит три дня, я вот не дам соврать, могу потом дать послушать голосовое сообщение. Она мне записывает сообщение и говорит о том, что ее пригласили в Голливуд для съемок, и сейчас она уже на сегодняшний день, да, там, блогер-миллионник, ее приглашают в разные журналы моделью, она отснялась в нескольких клипах и так далее. То есть к чему это все? Очень важно понимать, чего действительно хочет человек. Если он видит вот эту конечную точку, для чего он сюда пришел в этот мир, потому что за любым делом, да, что бы человек ни делал, там, берет он интервью или он поет песни, он вырабатывает определенный спектр энергии, который очень важен и нужен для целого мира, для Вселенной. И когда он вырабатывает эту энергию, он тем самым как бы помогает, да, Вселенной, в том числе пройти эволюцию. Поэтому есть задача встать вот на свою роль, на свое место для вырабатывания этой энергии. Предназначение. Тоже очень важная тема — найти себя, найти свою миссию. Когда человек находится в своей миссии, находит свой путь, ему все легко, да. Вот я счастлива, что я нашла свое предназначение, и у меня идеи, какие-то предложения. Вот стоит мне только подумать, говорят же, на ловца и зверь бежит, да, и я такая думаю, так, мне этот человек нужен, там, для интервью. Тык, он уже идет. Или там он что-то меня отметил, там, в сториз. И я понимаю, что вот как важно найти свое предназначение. И как это понять, по каким знакам? Когда я начинаю работать с человеком, я всегда ему говорю, обрати внимание, во что ты играл в детстве. Очень часто мы играем в те игры, которые мы потом вообще используем. Ну, например, да, то есть я всегда, когда уходили родители, я садила виртуальных учеников перед собой и начинала проводить собрания родительские и так далее, да. То есть у меня было это желание, какой-то естественный путь. И когда мы вспоминаем себя в детстве, во что мы играли, да, то есть мы же бессознательные, до пяти лет активно работает наша бессознательная часть. И мы играем вот в эту игру. Это первый момент. Второй момент – это вопрос, который важно задать себе. А что я, вот если у меня закрыты все мои базовые потребности, у меня есть все деньги этого мира, что я буду делать, да, что меня будет вдохновлять? И найти ту историю, которая будет создавать драйв. Потому что драйв – это и есть вот эта энергия жизни, которая по факту нас как волна несет просто-напросто дальше, да. То есть когда мы встали, те, кто пробовал, да, кататься на доске по волне, то есть они прекрасно знают, что ты встаешь, и твоя задача довериться этой волне, да, то есть и уже немножко только помогать своим телом, да, для того, чтобы управлять этой волной. То же самое и здесь. То есть в жизни очень важно довериться своим собственным ощущениям. А что бы я хотела делать, что мне приносит радость или хотел бы? Ну, люди не рискуют бояться. Безусловно, боятся, потому что огромное количество страхов, ограничений и всего остального. Ну, у тебя есть, условно, работа безопасная, да, ты знаешь, что ты стабильно получаешь на этой работе деньги определенные, да, но у тебя желание может быть совершенно другое, да. Ну, условно, например, там, врач, который лечит людей, может быть, он хочет, там, заниматься психологией, да, например, или психолог, например, который уже устал слушать своих пациентов, да. Может быть, он хочет быть художником. Но люди не рискуют? Не рискуют, но я говорю, что вот эта точка, да, где человек начинает понимать, Вселенная же, она очень умная. Она же дает нам разные ситуации, разные болезни, пандемии и все остальное. Это же не просто так. То есть человек в эти моменты тяжелые, потери близких, разводы, потеря денег, да, все что угодно, в такие моменты человек начинает задумываться. А еще хуже, когда случается какая-то авария, например, да, и так далее. То есть это те моменты, которые подталкивают человека. И вообще, в принципе, если человек не готов вот так вот поменять, да, потому что это непросто, психика не успевает, тело не успевает. Я знаю, что такое, даже если ты запустил энергетические, да, какие-то процессы, то тело и психика может не успевать. В этот момент я всегда говорю, окей, если ты врач и ты хочешь быть психологом, начни потихонечку заниматься психологией. Потому что, когда я приходила в эту тему, я занималась бизнесом. Но, условно, по ночам, после своего рабочего дня в 12 часов я сидела в паркинге, я проводила сессии, да. То есть это просто была такая благотворительная история. Почему в паркинге? Потому что я уже приехала домой, я не поднималась домой, чтобы никого не разбудить. Потому что если я приду и буду разговаривать, да, в другой комнате, муж, ребенок, они уже будут меня слышать, да. То есть я буду мешать, соответственно, время уже ночное. Поэтому, сидя в паркинге, я проводила сессии в наушниках. Ко мне шли люди по сарафанному радио, да. То есть я нигде об этом не рассказывала, люди сами ко мне приходили. То есть это такая интеграция, она всегда достаточно мягкая. Потому что, когда мы только начинаем вставать на свой путь, и мы элементарно показываем вселенной, что да, я готов, я пойду. Там, условно, окей, у меня не закрыты сейчас базовые потребности, и мне нужно ходить на работу, чтобы получать те же, да, там, какие-то деньги. Для того, чтобы выживать, жить, питаться, да, кормить детей и так далее. Но я буду делать какие-то шаги навстречу кому? Да навстречу самому себе. Отношения. Дарья, давайте поговорим про отношения, потому что всем нужна половинка. Всем хочется найти своего человека, но не всем везет. Я недавно задумалась о том, что часто мы выбираем не тех людей не потому, что нам не повезло, а потому что мы выбираем из того, что имеем, да. То есть на каком рынке мы находимся. В студенчестве мы выбираем однокурсника, там, и либо мы выбираем потом уже в более взрослой жизни коллегу, да. То есть, ну, по большому счету, мы-то и не ищем свою половинку. Я не совсем считаю, что мы прям половинки, да, потому что один может существовать без другого, а когда половинки, это все-таки какая-то зависимость. Нет, ну, я думаю, что вы знаете, когда половинки соединяются, и когда реально это люди, которые созданы друг для друга. Созданы друг для друга, да. Тогда они усиливают. Вот, это ключевое, усиливают. То есть это то, что я хотела как раз-таки сказать. Мы приходим друг к другу, и мы встречаемся друг с другом для усиления. Но часто мы почему примагничиваемся? Потому что у одного есть травмы, и у другого есть травмы. А, то есть эти травмы нас надеяются. Мы начинаем об эти травмы тереться, да, то есть друг друга обучая стать лучше, сильнее, могущественнее, встать на свое предназначение, раскрыться, появиться. То есть встречаются не сильные стороны, а травмы все-таки? Да, в том числе, безусловно. То есть, например, у женщины была какая-то родовая программа в роду по маме, и у мужчины была какая-то. И мы эти родовые, а представьте, еще одна родовая программа на другую, и вот здесь вообще начинается драка условно, да, с кулаками, и когда посуда летит в пол. Поэтому в этот момент очень важно понимать, что не он плохой и не она плохая, а он или она пришли мне подсветить те моменты, на которые мне стоит обратить внимание и непосредственно уже изменить отношения. Проработать. Проработать. И когда происходит проработка, ко мне очень часто на самом деле приходят женщины, и они говорят, я хочу разводиться, все, я больше не могу. Но после того, когда они проработали себя, у них вдруг начинается конфетно-букетный период с тем же самым мужчиной, да, с тем же самым человеком. А что меняется, что они изменили? Меняется состояние женщины, то есть она вдруг выходит из роли мамы, например, для своего мужа, вдруг она становится легкой, вдруг она становится романтичной, вдруг она начинает заниматься собой, идти по своему собственному пути, реализоваться. И тогда этот пазл уже просто как дополнение, да, как усиление, он просто приходит, мужчина, для того, чтобы в какой-то момент, да, женщина могла быть слабой, потому что она на работе. В общем, если люди разводятся, значит, они виноваты в том, что они просто не проработали свои недостатки. Не проработали, потому что новые отношения будут все то же самое. И все будет повторяться. Безусловно. Это будет с другими именами, с другими какими-то, может быть, там, другая одежда, другие ситуации, да, другие краски. Но если раскопать причину, все будет идентично. Я, честно говоря, первый раз слышу такое, что встречаются недоработки, травмы, да? А разве жизнь не показывает это? Нет, я почему-то думала, что люди все-таки сначала встречаются такие два фасада, да. А почему тогда после рождения детей вот происходит вот эта вся ситуация? То есть это же происходит зачастую не до рождения детей. Именно после рождения детей. После, потому что программа выполнена, ребенок пришел, и дальше уже начинаются все вот эти травмы. Потому что как раз-таки начинается... То есть до рождения ребенка еще все нормально. Ну, до рождения ребенка как раз у всех конфетно-букетный период, да, период свадьбы, медовый месяц. Родился ребенок, и начинаются какие-то непонимания. Потому что программа продолжения жизни, она выполнена, а те программы деструктивные, которые есть, они начинают активироваться. И когда мужчина и женщина одновременно идут в ногу и развиваются, у них нет никаких, да, непониманий и так далее. А как мужчина выбирает женщину? То есть он ищет женщину, которая похожа с ним по травмам? Это же бессознательная история, да. То есть он просто бессознательно начинает ее выбирать. Если, например, спросить мужчину, почему ты выбрал, да, ему очень трудно. Он, конечно, скажет, что моя женщина самая красивая, да, там, самая обаятельная, привлекательная. Но это же все условно, да, каждый человек красив по-своему. И, как говорится, на вкус и цвет абсолютно разные люди. То есть это бессознательный выбор, который происходит на, ну, это внутренний такой процесс, который часто мы даже не осознаем. Как помочь детям? Вот ваша программа помогает детям раскрыть их потенциал, чтобы они, ну, не успели, там, совершить глупости, да? Я всегда говорю, что дети здесь ни при чем. Когда приходят ко мне и говорят, у моего ребенка аллергия, или он плохо учится в школе, или у него там что-то не так со здоровьем, я всегда говорю, окей, давайте мы будем работать с родителями. Потому что дети подсвечивают нам какие-то моменты, которые с нами происходят. Или там ребенок не может начать говорить, или видеть, или еще что-то, да. То есть прежде всего это сигнал для мамы и для папы, что у них что-то есть, что важно проработать и идти дальше. Как только родитель проработала, у ребенка все исчезает. У ребенка все уходит, все уходит у ребенка. Как это работает? Как это работает? Это работает очень просто, потому что, опять же, мы взаимосвязаны. И вселенная как-то с нами должна разговаривать. То есть через что-то, через какие-то ситуации. Она нам начинает показывать. То есть если у человека происходят условно бесконечные проблемы в жизни, значит, он просто идет не своим путем? Не обязательно, он может идти своим путем, но у него есть какие-то непроработанные моменты. То есть он до конца, например, не раскрылся. Так, ну тогда здесь, Дарья, давайте нам, дайте нам бесплатный совет, да. Вот если у человека все плохо, все время, да, бесконечно, он понимает, что надо прорабатывать себя. С чего начать? Остановиться. Замедлиться. Остановиться. То есть замедлиться — это замедлить темп. То есть здесь вы это прям остановите. Как вы говорите, все выключите в лес. Да, все выключите в лес. Ну хорошо, погулял в лесу, освежился, отрезвился, пришел и… Пришел и начал обращаться за помощью. Кому? Потому что человек… Как вот здесь лучше мне сказать, к кому обращаться? Кто-то уходит в религию, например. Кто-то уходит в религию, кто-то находит для себя какого-то проводника, да, то есть кто-то находит для себя психолога, кто-то находит мастера. То есть найти человека, который ответит на твои вопросы. Да, на начальном этапе ты не можешь сам себе ответить. И ты находишь человека, через которого, я это называю еще подумать об кого-то, ты начинаешь находить ответы на свои вопросы. Зачастую человек, когда записался ко мне в работу, он уже приходит и говорит, а я уже ответил, да, себе на вопрос. Почему? Потому что мы, опять же, мы же взаимодействуем друг с другом, мы несем какой-то энергетический заряд, и не стоит об этом забывать. И человек в нашем поле, если мы несем благостную энергию, он уже изменяется, он уже трансформируется, потому что мы в том числе проработали. И когда мы прорабатываем себя, мы же влияем и на других людей в том числе. Или, например, да, относительно даже отношений. Женщина поменяла свое поле, и даже если мужчина не хочет развиваться, зачастую это происходит именно так, сначала развивается женщина, а потом уже спустя какое-то время, да, начинает догонять мужчина через какие-то сложные ситуации. И если она полна выдержки и терпения, да, она не сворачивается с этого пути, то мужчина волей-неволей, хочет он или не хочет, я всегда говорю, он начнет изменяться. И спустя какое-то время он начнет интересоваться развитием, изменением и так далее. То есть это неизбежно? Да. Дарья, вы изучали, почему у кого-то получается, и кто-то оказывается в Голливуде, я не знаю, там, в большом шоу-бизнесе, да, или он получает большие деньги, да? Это ведь такие же люди, у которых такие же ноги, руки, голова, да, он там мог тоже расти там в Советском Союзе, да? Что их отличает от обычных людей? Им повезло, они проработали все свои там травмы, да, или там они ходили к психологам. Что изменилось? Что такого есть у них, чего нет у обычных людей, у которых нет этого всего? Ну, во-первых, они пришли сюда с определенным багажом, то есть с определенным бэкграундом, и они уже находятся немножко на другой стадии развития, да, своей души, своего духа, своей внутренней части. Это первый момент. Второй момент. Такие люди, они зачастую не обращают внимания на то, что происходит вовне, да, то есть они настолько честны с собой и преданы прежде всего себе, своему внутреннему навигатору, да, то есть они следуют за этим. И такие люди, они их называют как раз-таки сильными духом, но если рассмотреть и сказать, что это действительно люди счастливы, не всегда это так, да, то есть если посмотреть, у них в том числе есть вопросы, на которые, я не люблю слово проблемы, да, поэтому я его заменяю на вопросы, на которые стоит обратить внимание, и на которые в том числе и они обращают внимание. Просто это не проявлено, да, это может быть не видно, и зачастую публичная личность, да, то есть она одна в медийном пространстве, но она совершенно другая, да, в жизни и в своих каких-то, в своем лайфе, да. И если посмотреть на это, то есть там тоже много есть вопросов, которые они хотят решить и которые не позволяют им быть счастливыми. Например, у меня был один мужчина в работе, он зашел, и можно сказать, вот дверь он открывал с ноги, и он сказал, что я олигарх, да, то есть он не произнес свое имя прежде всего, да, то есть там он прежде всего заявил, я олигарх, он сказал, что у меня есть все, я могу позволить себе в этой жизни все. И он пришел с онкозаболеваниями, он говорит, я при этом, я несчастлив, да, то есть несмотря на то, что он добился таких высот, да, то есть он оказался далеко не счастливым человеком, то есть это говорит на самом деле о многом, это в том числе говорит о том, что деструктивные программы в нашей бессознательной части, они есть абсолютно у каждого человека, просто это все индивидуально, и у кого-то сигналит отношения, у кого-то сигналит финансы, у кого-то предназначение, у кого-то здоровье, да, то есть а мы непосредственно судим и смотрим на какую-то одну картинку, не понимая, что стоит там, да, за спиной, чего мы не видим. Тогда вопрос, что такое счастье, когда человек чувствует себя счастливым? Счастье — это опять же определенный уровень энергии, и как показывает опять же практика, счастье, оно очень сильно взаимосвязано с удовлетворением, а удовлетворен человек будет тогда, когда он все-таки идет по своему пути, и тогда, когда мы говорим о ценности, об уверенности в себе, о любви к себе, это уже все те составляющие, которые приходят на удовлетворение, когда мы удовлетворены тем, что мы несем в этот мир и то, что мы делаем для человечества. Ну это эпизоды получаются, да, то есть человек чувствует себя эпизодически счастливыми. Почему? Это может быть достаточно перманентное состояние, когда у человека есть огромная куча энергии, да, то есть он идет по этому пути, и он не делает работу ради работы, да, он действительно верен себе в тот момент, когда он понимает, что он устал, тогда, когда он выбирает себя. А как выбрать себя, вот вы говорите, люди, которые преданы себе, верны себе, да, то есть они оказываются на вот этом высоком уровне, да, которые достигают своего эвереста. Как оставаться верным? Потому что люди все равно подвержены социуму, да, подвержены правилам социума, да, если это люди, которые приходят, там, в медийное пространство, в Инстаграм или Фейсбук, там очень много токсичных людей, которые говорят, да, куда ты едешь, ты кто такой, и пятое, и десятое, да, то есть вот я сейчас, наверное, посмотрели, все посмотрят документалку про Дэйда Бэхэма, да, сколько хейта он переживал. Я вот, например, сама понимаю, да, как человек публично, что для того, чтобы стать известным, ты должен быть готов пройти круги ада своими ножками, то есть ты прям осознанно заходишь в этот ад, в какой-то момент проходишь, потом там тебе неплохо, потом следующий круг ада. Появляется неуязвимость, это называется сила духа, это появляется ощущение. Как это наработать? Как это наработать? Это путь, это опыт, и в каждый момент времени единственное, с кем ты можешь сверяться, это со своим внутренним ощущением. А что я чувствую в данный момент? И когда мы говорим о проявленности и по ощущению вот этого высокой энергии, да, то есть все начинается с самого элементарного, это начинается с быта. Чего я хочу? Куда я хочу? Даже если я обожаю свою работу, в какие-то моменты я хочу отключиться и уехать куда-то, и переключиться. И если я вовремя словила этот момент, я счастлива и здесь, и там. И так происходит с каждым человеком. То есть это внутреннее ощущение, к которому мы должны прислушиваться. То есть это мы как с маленьким ребенком разговариваем. А что ты хочешь? А что с тобой происходит? А чего тебе не хватает? Ой, если с маленьким ребенком разговариваешься, вообще ребенок все время хочет спать и отдыхать. Значит, ему надо позволить спать и отдыхать. Как мы вообще тогда будем всей командой спать и отдыхать? Вы выспитесь рано или поздно. Всего лишь неделя. Я знаю людей, Дарья, которые не выспались. По 5-6 лет. И спят в спячке. Извините меня, а тебе нужно достигать. У тебя молодость не бесконечна. Тебе нужно заработать на квартиру, на старость. Тогда в этом случае нужно смотреть, что мешает. Это как раз и есть сигнал, когда люди говорят, я и то делаю, я и все делаю. И так, и так, и так. И ты понимаешь, что ага, что-то в этом есть. И вот ты начинаешь увидеть и понимать, что там есть деструктив, от которого важно освобождаться, для того, чтобы переходить в свободное течение энергии. Вот скажите мне, как нейропсихолог, Всевышнему, какие люди нравятся? Я всегда говорю это так. Если вы идете и делаете то, что должны делать, то вам вся вселенная будет помогать в этом. То есть единственное, это найти, зачем, куда и почему. Потому что даже если человек понимает свою цель, рано или поздно, на определенном уровне, он начинает задавать себе вопрос, а зачем? Ну, я, например, что-то делаю, да, то есть я что-то провожу, а зачем я это делаю? Окей, у меня есть блага, я себе закрыл то, все, я уже там, не знаю, несколько поколений вперед, да, там обеспечила или обеспечила, а зачем? И когда человек понимает уникальность той энергии, которую он несет в этот мир, и что происходит с людьми, которые появляются в его поле, тогда он понимает ценность вот этой жизни, потому что по факту мы должны понимать, что там, я всегда это говорю, очередь. И здесь большая честь оказаться для того, чтобы привнести что-то в этот мир. И наша задача — привнести в этот мир что-то полезное. Да, созидательное. Как понять, что ты действительно уже нащупал это? Здесь, я думаю, как говорится, к гадалке не ходи, здесь все просто, здесь тебе люди будут сигналить об этом. Я всегда говорю о том, что… Восстребованность? Восстребованность, обратная связь, благодарность, которая будет поступать постоянно, отовсюду, она говорит о том, что это то самое. И последний вопрос. Какие правила нельзя нарушать? Правила Вселенной, да, для того, чтобы у тебя все в жизни было гладко, чтобы всегда был зелёный свет, все двери открывались, все желания исполнялись? Очень классный вопрос, благодарю. Правила не существуют. Мы эти правила создаём сами. Да, и самое главное — это, конечно же, да, не убить другого человека, не навредить, это всё понятно. А всё остальное мы создаём. И в то, что мы верим, то исполняется, да, то есть в то, что мы чувствуем. Поэтому часто люди сами себе придумывают какие-то правила. Подождите, а как же карма? Живут в этих правилах. Вы только что говорили, да, о том, что если ты там условно сделал кому-то плохо, больно, да, ну жди бумеранга. Безусловно, бумеранг существует, но я говорю с точки зрения созидания. Правил их не существует. Здесь никто, если ты честен с собой, ты будешь честен с другим человеком. Если ты верен себе, ты будешь верен другому человеку. И поэтому правил здесь не существует. То есть есть базовые функции относительно... Ну, то есть это не качество даже, можно сказать, да, а это искренние отношения с самим собой. И когда ты искренне относишься к себе, тогда ты... И к жизни, да? Ну, соответственно, к жизни, ко всему остальному. То есть быть честным? Конечно, конечно. Это самое важное и главное. И честным по отношению, наверное, и к своим детям, к своей семье. А это уже всё как следствие. То есть самое главное правило — быть честным? Если да. Спасибо большое, Дарья. Дарья, очень интересное, познавательное интервью. Я думаю, многие сегодня услышали ответы на свои вопросы. И самое главное, наверное, вот такой главный месседж, да, то есть ты не сможешь найти себя, пока ты не проработал себя. И в этом вам может помочь Дарья. Благодарю, Динара. Диана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...